Мы привозили сюда чудотворную миротачивую икону царя Николая Второго. Вот она объехала епархию вашу. И во время этого визита с Игуменом Петром Ковалевым разговаривали. Пришла такая идея. Я говорю, отец Петр, было бы неплохо, у вас такая большая территория здесь до храма, бюст царя Николая поставить. Потому что мы уже много таких памятников поставили. И в Крыму с Натальей Поклонской, и в Владивосток, и на Урале, и в Тамбове. И где-то полтора года назад такой же бюст был передан в Нью-Йорк Соединенные Штаты Митрополиту Илариону, главе Русской Зарубежной Церкви. Такая идея возникла. И спустя год она реализовалась. Благодаря благословлению правящего Арфирея, епископа Елисея. И благодаря инициативе Игумена Петра Ковалева и добрых людей, которые помогли этому благому делу. А этот вот уже памятник, очередной памятник, он так, знаете, становится на боевое дежурство. Здесь вот на территории храма, на храмовой территории. И как справедливо сегодня сказал Владик Елисей, то, что к храму не только люди будут нести цветы, но будут еще и читать молитвы, молиться. Вот в Тамбове на территории Кафедрального собора мы тоже поставили памятник такой. И вот когда я приезжаю, иду и вижу там бабушки стоят, читают Акафис перед памятником. Там молодожены возлагают цветы туда. То есть за короткий срок это стало достопримечательностью города. И хочется пожелать вот тоже станице здесь, чтобы вот этот вот памятник стал одной из видных достопримечательностей вашей станицы. Ну а для меня лично, я сегодня наблюдал вот это вот обилие людей. Люди приехали вот из многих, значит, до районов Волгоградской области и из Волгограда самого. Люди, значит, проделывали очень большой путь. И погода не радовала, дождь вот это был. Ну а было очень-то радостно на открытии. Потому что в день вот именно столетия царя убийства мы открываем такой памятник. И вот опять же вот икона была привезена вот это на открытие чудотворное мироточивое икона царя Николая. Вот и вот вчера вечером где-то в полночь вот это мы начали читать Акафист там перед ней. Вот это, знаете, очень дивное благоухание. Аромат вот это очень такой сильнейший просто пошел. Вот так что вот я очень рад открытию очередного памятника. И здесь вот это, что люди будут, значит, домолиться и будет меняться ситуация вот в самой станице. Вот это в пользу православия, вот и поддержки, да, русской православной церкви. Сегодня такой же бюст устанавливается. Вот сейчас он уже установлен. Вот это уже прислали там фотографии в городе Нью-Йорке. В архиерийском синоде русской православной церкви за границей, в зале заседаний. Вот такой же бюст, вот, государя. Ну вот мы его отправили где-то вот больше года, ну где-то года полтора назад вот туда. И там, значит, решался вопрос, ну где лучше его поставить. И в конце концов вот было принято решение, что вот в самом архиерийском синоде. Потому что было очень много заявок, вот там священники вот эти, они наперебой. Каждый хотел, значит, на территории своего до храма вот это. Но так как бюст один вот это только. И вот, значит, да, поставили сегодня, открыли торжественно в архиерийском синоде. И совершенно верно подметили вот это, что несмотря на проливной дождь, который вот и вчера, и сегодня, вот это, очень много людей приехало с области. Вот, и казачество, были атаманы, вот, с казаками, тут со станиц, вот, то есть, и люди приехали почтить память святой царской семьи, вот, и почтить память государя-императора Николая II, верховного главнокомандующего российской императорской армии и флотом. И, в свою очередь, он был, ну, когда он был наследником, вот, он был верховным атаманом казачьих войск Российской империи. Вот, вот, было очень приятно видеть, что много казаков вот было, и выстроили почетный караул, и храм был, знаете, ну, вот, просто встать было негде, вот, и люди стояли даже на улице, вот, и то, что было много причастников сегодня, в этот день очень много людей причащалось, святых христовых тайн, вот, именно в этот день, 17 июля, столетие русской Голгофы, убийства святой царской семьи, вот, и, вот, мы видим, что почитание императора Николая II, оно, вот, это ширится, несмотря на, вот, эти, больше даже, чем, вот, эти столетние, вот, эти потоки грязи, вот, это, которые лились, вот, это, а сейчас, вот, ну, вот, если человек, который объективно хочет разобраться, там, о нем, вот, это, да, вот, он может найти, вот, книги, нужные, вот, это, вот, почитать, вот, историков, вот, как, вот, Александр Николаевич Баханов, Петр Валентинович Мультатули, вот, Борис Глебович Галенин, вот, Владимир Дававров, ведущий, вот, сейчас, вот, нынешние наши современные историки, вот, эти, вот, где, там, опровергаются различные мифы о царской семье и о царе, вот, и все это можно найти и купить, вот, даже, вот, подойти, вот, в церковную лавку, и везде есть, вот, библиотеки при храмах, вот, это, вот, значит, спросить, вот, у батюшки и все это найти, ну, и также в интернете, вот, сейчас, вот, там, вот, мы смотрели видеофильм, вот, о императоре Николая II, вот, Николай II, опережая до времени, вот, этот фильм, он где-то в этом году был сделан, вот, такой, тоже, вот, с нашими ведущими историками, вот, это, и там, как раз, вот, дана оценка, вот, правлении императора Николая II, вот, о том, что, вот, все вот эти, вот, ну, вот, там, разные сталинские стройки, вот, это, это все были проекты, вот, императора Николая II, это все его было, и это было бы реализовано, если бы не случилось бы февральского переворота, вот, царь убийства, ну, и, вот, это крушение монархии, вот, и, вот, мы тоже знаем, значит, до пророчества русских святых, вот, это, и чаем воскресенье, вот, русской православной самодержавной монархии, вот, это, что это, значит, это должно произойти, вот, мы не знаем, когда, вот, эти, значит, досроки, это Господь, так вот, это будет чудо Божье, вот, и, вот, открытие сегодня памятника царю Николаю, это, вот, такой, очень весомый шаг в этом направлении, потому что, вот, ну, вот, хочу подчеркнуть, вот, что это, вот, не простой бюст, вот, это, а в него вмонтирована капсула, землю из шахты Ганиной Ямы, и из шахты в Алапаевске, где, вот, была сброшена великая княгиня Елизавета, сына княй, вот, значит, до Варвары, и члены дома Романовых, вот, это, вот, тоже там были, вот, убиты, вот, в этой, и на освящение мы еще привезли вот эту воду, святую воду из храма на крови города Екатеринбурга, вот, то есть, вот, видите, вот, как это, вот, такие, вот, святыни, вот, здесь вот это, то есть, все, ну, и, конечно, памятник, это работа такого, ну, ведущего русского скульптора, вот, Вячеслава Клыкова, вот, который очень много памятников поставил, и который очень много делал для, для русской православной церкви, вот, вот, это очень уникально, то, что сегодня, значит, до встаницы Арчетинской, вот, стоит такой памятник. Спасибо. 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 Спасибо.